Здравствуйте, ребята! Слушайте Пионерскую Зорьку! Передаем последние известия. В минувшие выходные на юге Подмосковья сгорело 15 тонн 95-го бензина. Госпитализировано 9 автомойщиков с признаками маниакального психоза. И все это только ради того, чтобы запилить данное видео. Жертв и разрушений нет. Сегодня крайний день осени. Недавно улетели на юг перелетные птицы, зато прилетела стая дирижаблей. Ничто не предвещало беды. И все начиналось с того, что у меня возникла вероломная идея снять ролик про 60-ю платформу Инфинити. С этой инициативой я телеграфировал в Титан Кастом Клаб. Типа, ребята, а нет ли у кого на обзор 3 тонн лишнего веса, желательно на злой резине? Продать навоз – говно вопрос. И ровно в полдень субботы я поехал навстречу юных натуралистов. Однако вместо одной машины приехало сразу 10. Обожаю крутые тусовки. В результате группа отчаянных механизаторов вышла на оперативный простор сельхозугодий городского округа Домодедова. Выгулить своих бегемотов и хотя бы немного приподнять целину. Бутеры, печеньки, компот в ассортименте, никакого бухла и мангала. Только халяль, мокрое грязище и пара, также поезда по велецкого направления. Но это все лирика, перейдем к тачкам. Мы имеем в наличии Титан, Армаду и два поколения 56-го. Только встречая в одном и том же месте одинаковые тачки, ты начинаешь понимать, насколько они разные. И насколько автомобиль, как домашнее животное, со временем начинает быть похожим на своего хозяина. Мы эти машины любим. То есть это вот конь, которого я люблю. Кто-то бегемотом называет, кто-то там. У меня это вот, у меня это Буцефал. А пока вы наблюдаете кадры, не вошедшие в безумного Макса, я напоминаю, что всем этим машинам более 10 лет. И сказать, чтобы они приносили какие-то большие проблемы труженикам села, было бы неправильно. Однако, потерпевшие в деле катализатора на первых порах нехило поднимали продажи спекулянтам из внешнеэкономической отрасли. Именно этот 60-й кузов делали с 2004 по 2010 год на берегах Миссисипи. В то время литр 92-го стоил 18 рублей, но его качество на отечественных заправках было гораздо хуже качества лабораторных анализов на кокаин у тех, кто разрабатывал экологические нормы. В результате кривой стихиометрии бензак разрушал ката-лизатор, и его остатки делали с горшками то, что и принято делать с горшками на Святой Руси. Между прочим, выбитый кат не только экономит ваш бюджет и нервы, но и гораздо прикольнее звучит. Тем более на объемном V8. Любопытно, как много можно узнать о втором поколении, например, в Википедии. Там просто ничего не написано. А между тем, это очень хороший автомобиль. Его стихия – дальние расстояния, широкие дороги и равномерное прямолинейное движение. В общем, все то, что любят пиндосы. Однако, нам повезло гораздо больше. Попробуйте в Штатах выехать на поле и дать пятака. Никому это и в голову не придет, потому как пятак тут же уйдет в пользу дядюшки Сэма. Причем пятак с каждого. Причем баксов. Неудивительно, что в кап-странах никто не может понять, откуда же возникают круги на полях. А теперь немного сухих данных. Длина 5,3 метра. Полное водоизмещение 3100 килограмм. Отдельная тематика – дорожный просвет. 270 миллиметров. Хотя гляньте-ка на этот пикап. Да тут можно под низом в Мексику эмигрировать. Гигантомания, воплощенная японцами в этом кузове, прослеживается буквально во всем. Плавая тут, нету резкости поворота. Но это и не болит Формула-1. Ну и в рамках минутки продажности бесплатная реклама отличному приложению Jeep Alert. Коли где-то человек попал в беду, то какой-нибудь другой человек приедет на своей тачке и вытащит из лужи, болота и из других очень заманчивых местоположений. Скачивайте приложение и знайте, что добра в этом мире гораздо больше, чем грязи. Кроме того, прежде чем смазывать мылом веревку, помните, это не просто веревка, это трос. Едем дальше и продолжаем пахать мое поле. Немного про историю этой машины. Первое поколение вышло на базе второго Тирана в далеком 1996 году. QX4 больше знаком в нашей стране под названием Тирана Регулус. Разве что на этой платформе Nissan Pathfinder для Америки ставили только бензиновые моторы на 3,3 литра. Что же до дизелей, то это был уже далеко не TD-27. Топливо, украденное на пароходе, убивало движок довольно быстро. Да поймут меня старые моряки с Дальнего Востока. Далее выходит 60-я платформа и о ней чуть более подробно. Это характер. Дело в том, что такую машину в хорошем состоянии можно купить где-то под миллион. Причем даже рестайлинг. И при всех прочих равных это дешевле крузака этих же годов. А по ощущениям ничем не хуже. А может и лучше. Второе поколение 56-го это всегда один и тот же мотор. ВК-56ДЕ. В8 на 325 лошадиных сил. 5,6 литра. По большому счету, к нашим годам у подавляющего большинства бегемотов проблема с катализаторами уже решена. А в остальном, коли вовремя менять масло, он очень крепкий мотор. Та же история с коробкой. Коробка рабочая. Коробка рабочая. Он любит смену масла. Как и на многих японских машинах, узнать реальный пробег на Инфинити практически невозможно. А точнее, вообще невозможно. В том числе и по этой причине дирижабли чаще всего покупают через своих. Например, через клубы. И я надеюсь, что теперь у нас есть крепкий выход для желающих приручить бегемота. Значит, какие еще проблемы по тачке? Как утверждают свидетели пневмы, на этой машине она практически побеждена методом хирургического вмешательства. Как и у любого бегемота, здесь маловато тормозов. Тем не менее, количество плюсов у Инфинити, на мой взгляд, значительно перевешивает количество минусов. Это не скучная тачка, это злая на вид тачка с очень доброй душой, как у Хаммера. Потому что все большое и сильное всегда доброе и с тонким юмором. Грамотный подъебон, это оргазм мозга. Кто-то его испытывает, а кто-то его имитирует. Отличная заводская шумоизоляция. Премиум есть премиум. В настоящее время парни работают над музыкой, потому что нормальной головы для дори стайла как бы и нет. А менять базе на китайскую балалайку удовольствие ниже среднего. Тем не менее, покупая автомобиль Инфинити на 60-й платформе, будто Армада, Титан или Пол-106, вы покупаете настоящего друга и зеркало своей индивидуальности. Что, если двигатели остынут, а ты еще не вернешься? Ну, езжайте дальше. И поскольку я знаю еще несколько непаханных полей к югу от Белокаменной, то, как говорили евреи при строительстве колхоза в Биробиджане, колхозы построены, высылайте колхозников. В общем, хватайте бутерброды и печеньки, звоните, поедем решать аграрные задачи и пилить видосы. Да простят нас производители Керхера. Отдельная благодарность Ивану и всем парням из Титан Кастом Клаб. Отличные парни, отличные тачки и отличная суббота. Последний день осени. Надеюсь, этой зимой мы повторим лютейший сходняк и круги на полях, которые будет видно даже с других планет. Добавляйтесь в друзья, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайки, пишите комментарии и не покупайте современное говно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok